Здесь был выступ такой, они очень не понравились. Давайте мы вам сделаем, красить сделаем. И содрали все, и все защикатурили. Осыпавшаяся штукатурка, деревянные полы и окна. Так совсем недавно было в квартире ветеранов Анатолия и Марина Бакуновых. Теперь в доме по улице Тюкова 12 кипит работа. Администрация городского округа приводит в порядок квартиры ветеранов. Здесь в этой комнате обои, они сказали, да настелят, и ламинат. И потом окно у нас обещали. Изменения произошли и в частном доме по улице Овражная 3 в микрорайоне Подресково. Здесь заменили забор и привели территорию в порядок. Деревянный забор, но он уже гнилой, плохой, очень плохой. На подпорках стоял много. Он дважды уже падал сюда, падал туда, падал. Поставили новый. Спасибо большое. Сделали жизнь ветеранов комфортнее и в других микрорайонах округа. Администрация заменила окна в квартире по улице Пожарского 12. Также привели в порядок кухню на Росковый 6. Поменяли плитку и положили ламинат. Клавдия Ивановна Шканова живет в муниципальной однокомнатной квартире по улице 8 марта 7. Долгое время жилье не соответствовало санитарным нормам. Штукатурка сыпалась, пол и окна с дырами, сантехника в плачевном состоянии. Сегодня ветеран встречает главу городского округа Дмитрия Волошина уже в квартире со свежим ремонтом. Не забыли. Не забыли. Не забыли. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Не забыли солдата, который воевал с немцами. И принес нам всем победу. В преддверии Дня Победы Дмитрий Волошин лично посетил проживающих в Химках ветеранов войны. Всем вручил поздравительный адрес и продовольственную корзину.